Друзья, всем привет! С вами я, Юрий Крахлов, и сегодня я хочу поделиться с вами секретным рецептом приготовления рыбы вот с этим замечательным напитком. Но для того, чтобы нам это сделать, эту рыбу нам нужно поймать. И именно поэтому прямо сейчас я отправляюсь на рыбалку. Путь, конечно, ловли нам предстоит не маленький, поэтому смотрим по сторонам и наслаждаемся природой. Вот мы приехали в то место, где я буду ловить рыбу. Предположительно, это будет речной карась. Скорее всего, будет попадаться и белая какая-то рыба. Я немножечко закормился. Это самая обыкновенная каша. Даже не покупал никакую прикормку в магазине. Сварил пшено и немножечко перлодки. Добавил сахарку и готово. Вот несколько горстей забросил в воду, оснащаю удилище. Насаживал уже несколько личинка парыша. И сейчас буду приступать к рыбалке. Друзья, у нас первая рыбка. Ух ты! Хорошая. Пустя ручка попалась на опарыша. С почином, как говорится. Так, это у нас плотвичка. Пожалуй. Ну, эту малышку я сразу отпущу. Мучить не буду. Давай, иди. Одна за одной. Эту тоже отпущу. Если честно, на жареху я уже наловил. Много не крупно совсем рыбешки отпустил. Но почему-то карась нам не попадается. Уже просыпается аппетит. Охота покушать. Поэтому еще немного половлю. Если карась не попадется, будем жарить в пиве густеру и плотвичку. Ох, хорошая густера. Ты явная претендентка на то, чтобы оказаться сегодня у нас на сковородке с этим прекрасным напитком. Ну что, как говорится, нужно ловить столько, сколько можешь съесть. Поэтому буду сворачивать удочку и выдвигаться в сторону берега для того, чтобы приготовить наш улов. Снимаюсь с якорем и набережу. Вот, собственно, мы и подошли к самой главной части нашего видео. Это приготовление рыбы, которую мне удалось поймать с помощью вот этого напитка. Сами знаете, как он называется. Итак, друзья, рыбу я предварительно почистил, выпотрошил и промыл. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать небольшие надрезики по телу рыбы, чтобы при жарке все мелкие кости могли прожариться. Можно было спокойно кушать рыбу и не поливаться костями. Делать это очень просто. Просто мелкие надрезы по спине, делаем их очень частыми, для того, чтобы все косточки могли прожариться. Так будем поступать с двух сторон рыбы и с каждой тушкой. Так, все, рыбка у нас готова. Я ее полностью надрезал мелкими-мелкими ступеньками. Сейчас мы ее подсолим, крупной солью. Можно достаточно обильно все это сделать. Сейчас сначала сверху посыплю, а потом буду натирать рыбку. Обязательно рукой нужно проходить солью в брюшном пространстве рыбы, чтобы она успела просолиться. Вот прям вот так вот пальчиками раз. Пересолиться она не успеет, взять в себя соль, потому что буквально через пару минут мы будем рыбу заливать пивком. Так, рыбку я подсолил. У нас есть буквально пару минут, чтобы она сделалась какой нам нужна. Пару слов про этот напиток, хочу вам сказать. Привезли мне его друзья с Рязани. Рязани обладает достаточно ярко выраженным хмельным ароматом. Это как раз таки то, что нам нужно для приготовления речной рыбы. У нас сегодня густера, плотвичка. И аромат этого напитка будет просто суперски сочетаться с рыбой. Сразу могу сказать, что алкоголь при готовке он весь выпарился, его не будет. Поэтому такое блюдо можно кушать даже детям. Итак, друзья, рыбка у нас в принципе присолилась уже немножко. Сейчас наступает самый ответственный момент. Будем заливать рыбу пивом. Какой же аромат пошел, друзья! Так, пивом мы рыбку залили. Можно еще немножечко подсолить рыбу с пивом. Потому что та соль, которая была, она сейчас растворится. И может быть недостаточно для того, чтобы рыба была нужной. Фасоль. Прямо вот так вот обваливаем ее. Смотрите, как пенится. Прекрасно. Рыбку нужно подержать буквально несколько минут в таком вот пивном соляном растворе. А потом уже можно приступать к жарке. Пока у нас рыба маринуется, я включу сковородку для того, чтобы она нагревалась. Готовить прям будем на газу. Огонь делаю максимальный. Конечно, было бы более интереснее и красивее, если мы все это готовили на костре. Но технологии на месте не стоят. Гораздо удобнее на природе готовить на газовой плитке. Я, в общем, сегодня делаю вот так. Вы можете делать как хотите. Можете на плитке, можете на костре. Самое главное не уходить вот от этого рецепта. Рыбка реально получается прям объедением. Попробуйте как-нибудь. Кстати, вот эти все надрезики, которые я сделал на рыбе, очень хорошо повлияют на вкус. Она пропитается хмельным ароматом. И рыба будет очень интересна на вкус. Поверьте, вот такую вкусную рыбку никогда бы нигде и не попробовали. Сковородка у нас уже нагрелась. Добавлю масло. Тем временем, пока у нас нагревается масло, я дайнусь мукой. Самая обыкновенная мука пшеничная. Рыба у нас получается на два захода, начистили. Вот, поэтому специально начну с более мелких особей, для того, чтобы рыбки, которые покрупнее, могли более лучше пропитаться хмельным ароматом. Их пожарим уже во вторую очередь. Так, ну я думаю, можно приступать. Ну, сколько выбрать, которые поменьше. Ну, в принципе, их и видно. И вот прям с пива сразу в муку. Хвостики я тоже обязательно обваливаю в муке, потому что жареные хвостики очень вкусные, ребята. Так, процесс уже пошел. Шкворчание. Эх, друзья, на природе-то всегда все вкуснее, не правда ли? Буквально несколько минут, и мы уже будем лакомиться. Так, еще один молотный я добавлю, и потом две крупеньких на следующий раз оставлю. Так, ну все, ждем. Первая сторона у нас обжаривается. Процесс идет полным ходом. Пришло время в первый раз перевернуть рыбку, посмотреть, что у нас происходит. Начала понемножку румяниться. Переворачивать я буду несколько раз. Делаю это для того, чтобы не прозевать в тот момент, чтобы она пережарилась. Эх, какой хмельной аромат, друзья. Это просто непередаваемая. Вкуснотища. Первая партия рыбки у нас готова. Можно ее снимать. Лично поджарилась. Аромат просто непередаваемый, друзья. О-о-о-о. А на вкус, какая должна быть? Ммм, просто прелесть. Так, сейчас у нас пойдет вторая партия. Перед тем, как ее мы будем жарить, я обязательно помою сковородку. Сковородка прогрелась. После того, как я ее помыл, наливаем свежее масло. У нас осталось две рыбки, которые покрупнее тех первых. Они уже окончательно промариновались и готовы для того, чтобы их можно пожарить. Масло нагрелось. Пришло время двух густерочек. Также обваливаем в муке каждую рыбку и на сковородочку. Ох, хорошо так пошло. Сковородка уже прогрелась как следует. Сразу шкворчание слышно. То, что нужно. Золотистый корочек. Опа. Процесс пошел. Вторая партия готова. Снимаем. Какая красивая, румяная рыбка получилась. Ароматная. Остается только украсить блюдо и приступать к трапезе. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует...